Я прям вспоминаю свою консультантскую юность, и каждый раз с ужасом я слышал от системных администраторов, опять ваша система породила множественные блокировки на сервере, пользователи не могут работать, все остановилось, нужно что-то срочно делать. Ну и вот, читая этот миф, в общем-то, судя по всему, кто-то сталкивался с этим и с нашей ВМС. Вот Яна, у вас сейчас X5, что вы можете сказать про реальное время, про какие-то критические блокировки и так далее? На самом деле, читая данные миф, даже непонятно, на что отвечать, если честно. Но и в ВМС 3.0, и в ВМС 5.0, соответственно, принцип один и тот же, что все операции, они унарны. То есть существует, по сути, два типа действия, пересчет и перемещение, то есть взять, положить. Там нет таких больших и объемных документов, как в корпоративных системах, которые двигают тяжелые партионные регистры и так далее, создают блокировки. Каждая операция – это отдельное маленькое действие. Наверное, про архитектуру Дмитрий лучше расскажет, но, в общем-то, у нас никаких проблем ни с стройкой, ни сейчас по поводу производительности не возникает. Мне кажется, все помнят те мощные цифры, которые Николай показал на слайде, когда рассказывал о себе и о компании. И вот этот весь товаропоток обрабатывается тоже в ВМС в таксилот. Как у вас? Ну, я, наверное, на первый взгляд, может быть, это будет ложка дегтя, вот я про шину скажу, да. Но в дальнейшем это как раз не ложка дегтя, а похвала, кажется. Да, бывают затыки, бывают какие-то замедления, бывают какие-то при внедрении новых процессов. То есть не раз такое встречалось, но, однако, это все побеждалось, это все оптимизировалось. И вот в который раз уже, когда мы выходим на нормальный процесс, я ее не замечаю, грубо говоря, эту шину. С такими же успехами, я могу вспомнить ту же молодость Артема, когда подобное происходило у нас с Аксаптой. То есть ее всегда можно было разогнать. И через какое-то время я уже был спокоен. О, я знаю, значит, я ее разгоню. Точно так же сейчас я про шину говорю. То есть года три-четыре назад я бы это не сказал, но эта шина только начиналась тогда. Но сейчас я тоже чувствую уже, что я спокоен. Мы ее разгоним. Опять в суе прозвучало какое-то странное слово, иностранное. Но как минимум у нас сравнивать с такими системами и с топ-спиской, это уже приятно. Дмитрий, ну это ваша минута славы. Клиенты рассказывают о том, что проблем с производительностью не наблюдается, что вообще не характерно для рынка конфигурации на платформе 1С. Что такого в платформе X5 отличного, что мы слышим такие отзывы? Ну, надо всегда понимать. Зачастую вообще миф о проблемах в 1С и то, что они не умеют работать в режиме реального времени, рождается из наиболее классических 1С систем. Это 1С-бухгалтерия, которую все знают. Многие до сих пор не знают, что, например, платформа называется 1С-предприятие, а не 1С-бухгалтерия. Ну, между тем, вопрос в том, что надо понимать, зачем создается ваша система. Система как минимум делится на два больших класса – учетная и управляющая. Если учетная система вроде 1С-бухгалтерии, ее основная задача – собрать вам данные, подготовить отчетность и передать ее в контролирующие органы. И вся система построена ради этого, для того, чтобы правильно собрать информацию. Управляющая система, ну, правда, там есть еще один такой смешанный класс, учетно-управляющий, но это отдельно, мы посмотрим. А вот управляющая система, система реального времени, вроде ВМС, ТМС и так далее, они строятся из других принципов. И, соответственно, подход в разработке платформы 1С позволяет реализовать любой. Основной подход, который реализован в ВМС, очень простой. Если вы делаете одно движение, вы должны сделать не больше двух записей в одну таблицу. То есть где-то списать остаток, где-то записать его. Если вы перемещаете какой-то палет с товаром, все равно должно произойти не более двух движений. Если вы перемещаете палет с товаром, в котором лежит 500 наименований, не надо 500 раз списывать это наименование из одного места и перемещать его 500 раз в другой. Вот именно этот основной подход позволяет в ВМС-системе любого класса, что ВМС-3, что ВМС-4, что ВМС-5, ВМС-X5 уже, реализовать прежде всего уменьшить объем записываемых данных, а это сразу влияет на скорость, собственно, на время, которое мы блокируем данные. И самое главное, мы сокращаем объем блокировки. Чем меньше объем блокировки, чем меньше длится транзакция, тем меньше вероятность, что у вас что-то произойдет. Но всегда хочу предусмотреть, зачастую мы закладываем довольно нестандартные решения, которые нестандартны с точки зрения платформы 1С. Они не рассматриваются в классических примерах разработки на 1С. И если вы хотите сами развивать систему, пожалуйста, лучше обратитесь к нам как к вендору, как к производителю этой системы и закажите у нас обучающий курс. Мы с радостью расскажем вам, почему мы так сделали. Потому что я встречал на своей практике различные случаи, когда к нам обращались, и мы открываем систему, начинаем искать проблему и смотрим, что там три строчки кода закомментированы. Спрашиваешь у клиента, зачем вы их закомментировали? Говорят, ну мы же в 1С разбираемся, эти три строчки кода ничего не делают. Они действительно установили блокировку, потом сняли, все. Вроде бы зачем мы начинали транзакцию, ставили блокировку, потом записывали пустую и набор данных. Зачем? Ведь там же ничего не происходит. А закомментировав данные три строчки, система вся встала в дедлоках. Потому что эти три строчки были добавлены там не просто так. И все такие тонкости и решения, которые мы закладываем в систему для того, чтобы она хорошо работала, чтобы, не дай бог, вы их не сломали, мы готовы делиться с этими данными с вами. Мне кажется, говоря о производительности, о быстродействии, обязательно нужно сказать пару слов о мобильной платформе. Ведь вот это колесико, которое крутится на терминалах сбора данных, это самый раздражающий фактор для сотрудников, которые находятся непосредственно в полях. Что здесь, что было здесь предусмотрено, именно с точки зрения, наверное, платформы X5? Ну, давайте, прежде всего, что это за колесико? Ну, те, кто работает с WMS X4, наверное, его наблюдают. Наверное, вы все знаете, что WMS X4 имеет мобильный клиент, который чисто онлайн клиент, который при обработке любых полученных данных обращается к 1С. Если, не дай бог, у вас плохая Wi-Fi сеть, если у вас большие пинги в сети, либо очень сильно удален сервер, то, естественно, для того, чтобы обратиться к серверу и запросить у нее информацию и вернуть данные обратно, нужно время. Мы долго экспериментировали и сказали, ну, вообще за полсекунды это все должно уложиться. И действительно у нас есть клиенты, у которых средний вызов не превышает полсекунды никогда. Ну, бывают там вызовы больше, но в среднем они в районе 0,4 секунды. И вот за эти 0,5 секунды это колесико не появится. Оно появится, если вызов длится дольше. Если вызов длится дольше, значит, надо чего-то менять, искать, где проблема. Это я вам скажу сразу. Второе, то, что в платформе WMS X5 мы разработали новую мобильную платформу Axelot. Ее основное отличие, то, что теперь мы разрабатываем всю бизнес-логику уже не в 1С, не на языке 1С, на языке JavaScript. Опять же, вся прикладная логика открыта. Вы ее можете сами дорабатывать, сами описывать формы и так далее. Но мы теперь позволили, ну, так как данный, скажем так, клиент уже исполняется на стороне самого мобильного клиента, то мы позволили себе хранить данные в мобильном клиенте и сильно снизить объем обращений к родительской платформе, к 1С, для того, чтобы что-либо сделать. То есть теперь мы обращаемся туда только для того, чтобы получить задачу, либо записать данные по задаче, что мы ее исполнили. Ну, еще в некоторых случаях, когда идут какие-то отклонения при исполнении задачи. Тем самым, в принципе, количество вызовов у нас сократилось. Почему мы вообще мобильную платформу создавали свою? Тут есть несколько особенностей. Особенность номер один. До сих пор очень много промышленных терминалов работает на платформе Windows CE, ну и Windows Mobile, которая является надстройкой над Windows CE. Да, Microsoft уже особо их не поддерживает. Windows CE скоро будет снято окончательно с поддержки. Но пока эти решения есть и они доминируют на рынке. Дмитрий, я предлагаю к теме с Windows CE и Android вернуться чуть позже. Я помню, там есть миф про платформу мобильного клиента. Здесь вопрос про производительность. Действительно ли новая версия нашей мобильной платформы, она там заслуживает какого-то эпитета промышленной или она все-таки еще на уровне? Эпитета промышленной, она заслуживает за то, что она умеет работать со всеми промышленными устройствами. Прежде всего. В отличие от большинства остальных платформ, которые существуют на рынке. Окей. Продолжение следует...